Она зачем-то, почему-то сказала «м-м-м». Там на дороге машины ласкали белые волосы, дрожь проскользнула в голос у него, когда ветер без спроса потрогал её волосы. Он так хотел сказать «ты же мне руку». Дай руку мне. Он хотел сказать «ты же мне руку». Но вслух он сказал «ну что ж, я пойду разгонять свою скуку». Она хотела ответить «ты думаешь, сердце твоё вынесет эту разлуку». Но от испугу всё сжалась. Внутри у неё от страха так бывает, и частные фразы рассыпались. И из уст появилось придаковское враньё. И она сказала ему что-то вроде того, что «передай привет другу и желаю найти хорошую подругу». «Желаю найти верную подругу». Какой-то друг женщина она сказала. «Желаю найти верную подругу». Да, зачем она сказала это вслух, и там, где-то внутри у него лучик надежды потух. «Когда я пойду?» Сказал он беспешно. «Иди, желаю удачи». Она обронила неудрежно. Больше они не встречались, так и навеки остались. Грусть у него, тоска у неё. Вот такая вот история. Два идиота встретились как-то на общем дворе. Сверчок вдруг ожил в тишине. Марливое сердце этих двоих сгорело в любовном огне. Но интересно, всё могло бы быть по-другому, если бы он просто сказал бы то, что хотел. Дай же мне руку. Вот такая вот история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулайна